привет друзья сегодня суббота 12 февраля и мы делаем продолжение нашего инвестиционного шоу мой публичный портфель так что давайте заглянем в мой портфель посмотрим что там поменялось какие денежные средства нам приходили и какие планы у нас дальше в инвестировании и так в моем портфеле на данный момент 485 тысяч сто шесть рублей плюсуем на более половина процента плюсом 3211 и так давайте начнем с приятного а приятное это наконец-то выплаты дивидендов бристель-майерс пришли нам дивиденды было у меня их 19 штук заплатили нам 9 долларов 23 цента то есть по бристель-майерс выплата дивидендов составляет 54 цента на одну акцию компания заметно подросла в портфеле она у меня плюсовала плюс 16 процентов и я закрываю на отметке 66 долларов за акцию немножко конечно поспешил потому что акция доросла даже до 67 долларов за акцию но ничего страшного 16 процентов все равно это хороший профит так что мы закрыли и так закрыв компанию бристель-майерс я вложился в компанию gilead science хорошая компания на мой взгляд платит дивиденды в этом году первое закрытие реестр акционеров состоится 11 марта и платят они аж 74 цента на одну акцию то есть компания gilead science платит на 20 центов больше чем компания бристель-майерс по капитализации но я подробно не вникал но компании схожи поэтому в моем портфеле диверсификация по отраслям она не нарушилась акция показала хорошую просадку достигли мы отметки 62 долларов за акцию ягина первую партию 10 штучек купил на отметке 63 и 2 по моему и потом уже на 62 я докупал еще 10 штук поэтому у меня в портфеле на данный момент 20 штук акции по дивидендам это будет выходить в районе 14 долларов выплата дивидендов повторюсь еще раз 11 марта закрытие реестра акционеров именно под дивиденды я и покупал эту компанию потому что она стабильно платит четыре раза в год дивиденды дивиденды достаточно хорошие и в этом году они будут больше чем прошло и так идем дальше все также в аутсайдерах у меня поле металл моего держим больше мы не докупали хотя цена была достаточно привлекательно спускалась акция в район а тысячу пятьдесят за акцию сейчас показывает небольшой рост но мы пока его держим держим до закрытия акционеров по моему в мае я уже точно не помню по компании в райзен все также у нас минус в этой компании у меня самая большая доля моих денежных средств показываю минус и выплаты дивидендов нам пока еще по ней не пришли по компании в райзен следующее закрытие реестр акционеров скорее всего будет 7 апреля так что мы пока никуда не спешим дивиденды они платят достаточно хорошие 64 цента на одну акцию они платят так что мы держим 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 компания western union тоже у меня в портфеле представлена к сожалению ее очень мало 9 штучек покупал ее по 16 долларов 70 центов на данный момент она стоит 19 долларов 24 цента плюсуем практически на 16 процентов я кстати и хотел в пятницу закрыть и выставил take profit на уровне 19 долларов 70 центов но она до тех уровней не дошла немножко откатилась вниз хотя ранее этим же днем она уже показывала практически 20 долларов за акцию держим тоже по компании дивиденды заявлены на 15 марта 2022 года выплата составляет 23 цента тоже хорошие дивиденды более одного процента доходности платят также четыре раза в год так что мы пока держим и если все-таки отметка будет достигнута где-то перейдет свыше 20 долларов за акцию то я думаю закрою позицию и вложусь в тот же джели от сайнс на прошедшей неделе наш атлант нлмк наконец-то расправил свои крылья и полетел я думал полетит вверх но нет дошли до отметки 230 там с копейки 33 по моему дошли и все и на этом наш запал окончился и акция начала корректировку опять вниз в данный момент она торгуется на отметке 221 рубль за акцию в этой компании у меня тоже большая доля компания тоже платит хорошие дивиденды поэтому мы пока не продаем ее не закрываем за прошлый год нам наверно выплатили около 10 тысяч рублей только дивидендами по этой бумаге но у меня ее не так много 350 штучек всего на 77 с половиной тысяч рублей у меня этот актив русагра все также в боковике торгуемся в районе 1100 рублей за акцию и пока роста мы не предвидим но скорее всего он будет тоже скоро приближается закрытие реестра акционеров по дивидендам информации пока никакой нет но закрытие реестра акционера будет в апреле месяце так что пока я думаю поддержим до апреля а потому же посмотрим что дальше и последняя компания которую меня находится в портфеле это моя любимая нефтяночка татнефть чувствует себя достаточно плохо торгуется уже больше месяца в боковике 480 505 максимум все на 550 даже и не ходили но пока мы ее держим в прошлый раз я помню рассказывал что пришли по компании дивиденды в портфеле у меня этой компании 106 штук и сумма 50 тысяч рублей вложена в компанию так нефть все больше компании у меня нет долларовый кэш у меня тоже отсутствует рублевый кэш у меня 11 тысяч рублей но это так на всякий случай возможно докуплю так нефть если она пойдет еще ниже то будем докупать ее на все оставшиеся деньги верю в рост верю в том что что так не достаточно хорошая компания недооценена и рост у нее обязательно будет и моя цель это 550 600 рублей за одну акцию компании так нефть и так что же нам ждать феврале от фондового рынка но по сути уже половина февраля прошло осталось меньшая часть уже и каких-то резких потрясений я думаю на рынке не будет до марта ну по крайней мере я по своему портфелю сужу то что просадок больших я надеюсь по нему не увижу какие-то компании новые для покупки я сейчас не рассматриваю потому что на рынке очень большая волатильность на самом деле и можно было бы что-то добавить допустим интересен был сбербанк но на данной позиции он немножко дороговат я все-таки думаю что сбербанк еще опустится просядет и тогда мы можем его купить но здесь другой вопрос будет ли по сбербанку рост не наложат ли на эту компанию санкции опять же связи с непонятной ситуации с украиной с нато поэтому в данный момент рассматривать какие-то спекулятивные покупки акций я не советую никому и сам этого не придерживаюсь моя стратегия это только дивидендные акции потому что если цена пошла вниз то мы можем спокойненько пересидеть и получать те же дивиденды которые мы можем реинвестировать либо в новую компанию либо усреднять ту позицию которая у нас уже есть и еще такой момент если доллар все-таки опустится еще ниже то есть в район 73 рублей где-то в район 71 рубля то я думаю на этих отметках валюту можно будет закупать как вы могли увидеть то что у меня в портфеле нет ни фондов не облигации поэтому я эти инструменты не рассматриваю для себя как инвестиционную идею я покупаю только дивидендные акции и моя цель все-таки это получение этого именно дохода с дивидендов итак друзья на этом все надеюсь вам было интересно вы следите за моим портфелем так что оставляйте комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал кто еще не подписан впереди у нас много интересного а я вам говорю да новые встречи на проекте мои инвестиции всем пока